Друзья, приветствую вас! Сегодня хочу вам показать рецепт котлет из нута или беточки, кому как нравится называть. Здесь у меня две горсти нута в банке и заливаем его водой на ночь. Утром сливаем воду из нута. Нут увеличивается где-то примерно в 3-4 раза. Вместо двух горстей у нас появляется как минимум 4. Добавляю туда в блендер очищенную луковицу порезанную, потом нут, соль, перец, травки какие-то сушеные, если у вас есть, укроп, петрушка. Ну, что угодно по вкусу. Добавляйте воды или овощного бульона и 2 или 3 столовые ложки растительного масла. Я использую льняное масло, но вы можете любое использовать. И всё перемешиваем. В блендере или в миксере я размолола все ингредиенты, добавила немножко туда зелени. Вот у меня получилась такая масса. Поставила на огонь сковородку, но я поставила на максимум. Тут у меня на девятку. Вот сейчас сковородка у меня уже раскалилась. Я использую для жарки кокосовое масло. Но вы можете делать, как вы привыкли. Ещё могу сказать, что в нут, вот в эту, в миксе вы можете добавлять какие-то овощи по вкусу, если хотите. Там какую-то маленькую картофелину или морковку или капусту в маленьком количестве. Но масса не должна быть жидкая, растекаться. Вот, возможно, у меня немножко жидкая стала. Я переборщила слегка с водой, добавила много воды. Но вы понемногу добавляйте, чтобы сразу у вас тесто было... Ну, видим, масса это для котлет из нута была не очень жидкая. Сейчас я начну выпекать и покажу вам уже результат. Вот такое количество котлеток, беточков из нута получается из одной горсти сухого нута. У меня руки не очень большие, поэтому такая вот, ну, наполненная средняя такая горсть. Закончила готовить. Всю смесь уже использовала. Вот это вторая партия на сковородке. Вот сколько в общей сложности у меня получилось котлет из нута. 14 штук. Рецепт очень простой. Котлеты такие очень вкусные. Всем рекомендую готовить быстро и просто. Всем спасибо за внимание и приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok